Когда мы читаем вот Слово Божье, когда мы с вами читаем Евангелие, все Евангелие, оно нам показывает вот этот путь важности расширения. Вот один из моих любимых стихов, второе послание к Коринфянам, 6 глава, один из любимых стихов апостола Павла, 11 стих. И вот апостол Павел, обращаясь к церкви, говорит, «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие, говорю как детям, распространитесь». То есть в современном переводе написано «расширьтесь и вы». То есть, понимаешь, конечно, понятно, можно расширяться чисто физически, не всегда это хорошо для здоровья, чаще всего это плохо здоровье. Не о таком расширении пишет здесь апостол. Он говорит о том, что нужно расширять границы того, что ты считаешь «я». То есть «я» не нужно бороться порой, вот именно путем уничтожения. Эгоизм часто побеждается чем? Расширением. Приходят люди, хотим вступить в брак, любят друг друга, прекрасно. Пастор рассказывает им что-то, потом мы молимся, благословляем, они проходят курсы, и вот венчание. И после венчания начинаются такие ужасающие проблемы. Ситуации много разных, а причина всегда одна. Сталкиваются два «я». «Я» и «она». И начинается борьба, начинается столкновение. Как? Убить моё «я» что ли? Убить? Я убиваю своё «я», она убивает своё «я». Кто ж тогда останется? Нет. Нужно расширять то, что ты считаешь своим. А ведь заметьте, вот что такое «ты считаешь своим»? То, что твоё, то, чему ты радуешься, то, о чём ты заботишься, то, о чём ты переживаешь, то, во что ты вкладываешь, вот то является твоим. Если ты своё «я» расширишь до размеров твоей семьи, тогда уже и будет вот то, что говорится в Писании. Будут двое, что? Одна плоть. Уже нет «я», есть «мы». Одна плоть. И когда это есть, когда твоя супруга включена в твоё «я», когда ты начинаешь заботиться о ней, как о самом себе, но то, что говорил Иисус, «люби ближнего, как самого себя», тогда вдруг ты начинаешь понимать, что как ты раньше за себя переживал, как ты раньше свои интересы какие-то отстаивал, так ты сейчас стоишь на интересах своей семьи. Для тебя это теперь твоё «я». Но драгоценные и это ещё не предел, когда начинается вот это расширение нашей жизни. И могут быть люди, наши друзья. Кто такие друзья? Это чрезвычайно близкие для нас люди. Что-то с другом произошло, мы переживаем, мы стремимся ему помочь. Если, конечно, дружба настоящая. Что это такое? А это когда «я» ещё больше расширилось, и «я» заключает уже и тебя, и каких-то людей, за которых ты любишь, за которых ты переживаешь, за которых ты молишься, которым ты готов помочь. То есть твоё «я» становится шире, твоё «я» становится больше. Когда драгоценные мы говорим о церкви, да? Апостол Павел-то и писал, говорит, в сердцах, в моём сердце не тесно, в ваших сердцах тесно. То есть у некоторых людей было такое маленькое сердце, что туда, кроме них, никто не помещался, даже апостол Павел не помещался. Зато сердце апостола Павла было таким, что церкви в Коринфе было не тесно в этом сердце. И не только в церкви в Коринфах, и в Ефесах церковь, и в Филиппах церковь, и во многих и многих городах Востока было место в его сердце. Вы понимаете, какой масштаб? То есть мы говорим о масштабе человека. Есть у нас масштаб. У кого-то такой масштаб, он даже иногда сам в свой масштаб не помещается. У кого-то масштаб семьи. Есть такие люди, вот они для других фигушки, а для своей семьи они готовы умереть. Вот есть такие люди, семейственные такие. Это очень хорошо. Это намного лучше, чем эгоизм, да, лишь одного человека. Но это ещё не предел. Когда мы расширяем, расширяем своё сердце, когда церковь, да, это я, церковь, ты начинаешь думать, переживать, ты видишь людей, которые приходят. Это не просто посетители какие-то, прихожане, ухожане. Это твои братья и сёстры. И когда ты видишь, кто там в нужде, когда ты слышишь призывы в церкви, там, жертвовать для каких-то нужды, это я. Ты переживаешь за это. И для тебя не будет вопросов вкладывать. Вот когда твоё сердце слишком маленькое, чтобы помещалась туда церковь, вот тогда драгоценные, вот, и начинаются наши внутрицерковные проблемы. И всё дело в том, что драгоценное очень важно, чтобы сердце наше расширялось. И когда сердце расширяется на весь мир, вот тогда ты становишься духовным человеком. Духовным человеком для тебя всё Божье творение, оно где-то внутри себя. Ты готов любить даже врагов. На первом этапе эгоизма, это непонятно, в смысле? Да я даже друзей не могу любить. Что тут про врагов-то говорить? Но с мерой расширения твоего сердца, с мерой расширения твоего «я» словно охватываешь всё больше и больше и готов служить этим людям. Поэтому драгоценное очень важно. Беда всегда, знаете, когда? Беда всегда, когда люди получают какие-то должности, люди получают какие-то уровни в человечестве благодаря только своим способностям и талантам. Когда способности есть, таланты есть, а сердце-то маленькое, сердце нерасширенное. И если, например, в церкви, в государстве где-то приходит человек, может быть, одарённый, может быть, талантливый, но с маленьким «я», с «я», которое не охватывает вот это количество людей, то этот человек что начинает делать? Он начинает использовать свою должность для того, чтобы исполнять свои личные интересы. У него не расширено сердце до таких больших размеров, а маленькое. Отсюда возникает и коррупция, и прочие-прочие пороки. Поэтому, по сути, драгоценное, когда мы говорим там «мэры городов», «губернаторы», «главы стран», кто должны быть эти люди? По сути, это уникальные люди должны быть, не просто люди, которые там благодаря способностям или своей какой-то пронырливости проезли куда-то там, всё сделали. Это должны быть люди, чьи сердца охватывать. Если у тебя в твоём сердце не тесно твоему городу, ты можешь быть мером твоего города. Если в твоём сердце не тесно твоему региону, твоей области, ты можешь быть губернатором этого региона. Понимаете? А когда сердце маленькое, то этот человек будет только заботиться о себе. И это не так, как бы, безобидно, потому что в книге «Притч», помните, говорится, одна из вещей, от которых трясётся земля. Это кто? Раб, ставший царём. То есть это человек, который получил уровень власти царский, но его сердце, его мышление, то, что он считает своим «я», оно заключено только вот этого «только я». Вот только я. И такой раб, ставший царём, то есть он получает царскую власть, остаётся рабом, он превращается в тиранов, превращается в диктаторов. Поэтому, драгоценные, очень важно, очень важно, чтобы мы не просто стремились куда-то вперёд. Сегодня очень много призывов звучало, как достигать, как становиться. И говорится там о способностях, говорится о талантах, говорится очень много о психологии. Но в сути всего этого духовные вещи должно быть наше сердце. Пастором может быть только человек, в чьём сердце не тесно его церкви. Иначе он просто будет манипулировать людьми в церкви для своих интересов. Лидером домашней группы может быть человек, кому не тесно вот этим людям, может быть, кого он мало знает ещё. Они недавно стали приходить к ему на домашнюю группу. А тот, может быть, впервые пришёл, но в его сердце не тесно. Вот для этих людей он готов служить им. Эти люди невольно чувствуют атмосферу любви на домашней группе. Или атмосферу любви в церкви, да. Может быть, в церкви Бог и обличает, Бог и наставляет, Бог и исправляет. Он же не только вдохновляет и радует нас. Но что бы Бог ни совершал, должно быть вот эта атмосфера любви здесь, на этом месте. Ощущение, да, Бог исправляет, Бог наказывает, но Он всё равно нас любит. Вот это вот ощущение, ощущение любви. Поэтому, драгоценное, очень важно, чтобы каждый из нас работал над своим сердцем. Духовность, она растёт по мере роста. Или, говоря вот этими словами, распространения наших сердец, когда мы расширяем свои сердца. Большое сердце, оно может очень много вместить. А маленькое сердце, да, только Он один. И это вот первая ступень к одичанию.